Привет! Тема Мэйдзи, эпоха Мэйдзи. Очень кратко. Мэйдзи, эпоха Мэйдзи – это период в японской истории, который длился с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912 года. Эпоха Мэйдзи была периодом, когда японский народ перешел к абсолютно новой парадигме построения современного индустриального национального государства и великой державы. Это все происходило под влиянием западных научных, технологических, философских, политических, правовых и эстетических идей. В результате в Японии произошли очень глубокие и серьезные изменения в социальной структуре, внутренней политике, экономике, вооруженных силах и международных отношениях. Этот период соответствовал правлению императора Мэйдзи Муцухит. До эпохи Мэйдзи была эпоха период Кэйо, а после Мэйдзи эпоха период Тайсё. Можете обратить внимание, про период Тайсё есть видео на канале, я оставлю ссылку. Важно отметить, что развитие в Японии в период Мэйдзи имело очень сильное значение, хотя многие процессы изначально казались сложными. Мэйдзи Мэйдзи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В 1868 году произошло обнародование клятвы пяти пунктов. Клятва пяти пунктов, также пять пунктов императорской клятвы «Гокадзю» но «Госэймон» – это программа, которую объявил официально японский император Мэйти. В нее входили следующие пункты. Нужно созвать совещательные собрания, а все вопросы следует решать путем публичного обсуждения. Всем сословиям, высшим и низшим, надлежит объединиться для решения государственных задач. Всем людям, не только гражданским и военным чинам, надо позволить следовать их призванию и тем самым избавить от недовольства. С пагубными обычаями прошлого следует покончить, и нация пойдет по великому пути неба и земли. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и империя достигнет высшей степени расцвета. Клятва пяти пунктов стала формальным началом серьезных перемен в государственном устройстве Японии. Клятва подразумевала переход к более демократическому управлению, в дальнейшем была разработана конституция из 11 статей, помимо создания нового государственного совета, законодательных органов и так далее, она предусматривала новую систему налогообложения, предписывала новые местные административные правила. Правительство Мэйти заверило иностранные державы, что оно будет следовать старым договорам, заключенным до этого Бакуфу. Правительство Сюгуна называлось Бакуфу и объявило, что будет действовать в соответствии с международным правом. Муцухита, которому предстояло править до 1912 года, выбрал новый девиз правления Мэйти или Просвещенное правление. Это знаменовало начало новой эпохи в истории Японии. Был установлен новый порядок, столица была перенесена из Киота в Токио. В результате ликвидации хановой основания префектур Хайхан-Тикен или Хайхан-Чикен. В общем, в результате принятия административно-политической реформы большинство Даймё добровольно передали свои земли записи-переписи императору. И это символизировало, что земля и люди находились под юрисдикцией императора. Это было очень значимо для осуществления будущих реформ. Традиционный японский сословный порядок был упразднён и заменён новым, очень современным европейским. Были предприняты усилия по созданию государства, ориентированного на синтаизм. И хотя буддизм пострадал от государственной поддержки синтаизма, у него было в дальнейшем своё собственное возрождение. Христианство было легализовано, а конфуцианство оставалось важной этической доктриной. Однако японские мыслители всё чаще отождествляли себя западной мыслью. В период с 1871 по 1873 год был принят ряд законов о земле и налогах, которые легли в основу современной фискальной политики. Частная собственность была легализована, были выданы документы, а земли были оценены по справедливой рыночной стоимости. Конституция Японской империи была принята 29 ноября 1890 года. По сути, в Японии тогда была форма смешанной конституционной и абсолютной монархии. Император Японии юридически был верховным лидером, а кабинет министров – его последователями. Сословные различия были в основном устранены в ходе модернизации с целью создания представительной демократии. Самураи потеряли свой статус. Самураи обладали военными привилегиями. Однако в период Мэйдзи большинство лидеров японского общества, политики и военные, были бывшими самураями или потомками самураев. Были сделаны относительно небольшие уступки, касаемые гражданских прав и парламентских механизмов. Участие партии было признано частью политического процесса. Император делился своей властью, предоставлял права и свободы своим подданным. В первые годы конституционного правления были выявлены сильные и слабые стороны конституции Мэйдзи. В целом, на протяжении всего периода политические проблемы обычно решались путем компромисса. И политические партии постепенно увеличивали свою власть над правительством. И в результате играли все большую роль в политическом процессе. В 1885 году известный общественный интеллектуал Фукуцзава Юкичи или Фукуцзава Юкичи, можете обратить внимание, про него есть видео на канале, я оставлю ссылку, написал влиятельное эссе, в котором утверждалось, что Япония должна ориентироваться на цивилизованные страны Запада, оставив позади азиатских соседей, а именно Корею и Китай. Эта эссе, безусловно, повлияла на экономический и технологический подъем Японии в эпоху Мэйдзи, плюс также, возможно, оно заложило интеллектуальные основы для последующего японского колониализма в регионе. Эпоха Мэйдзи ознаменована расцветом общественного дискурса о направлении Японии. Во многих произведениях обсуждалось, как лучше всего сочетать новое западное влияние с местной японской культурой. Массовые движения, такие как Движение за свободу и права людей, призывали к созданию официального законодательного органа гражданским правам и большему плюрализму. В японской политической системе журналисты, политики, писатели активно участвовали в движении, которое привлекло множество заинтересованных групп, включая активисток за права женщин. Интеграция западных культурных форм с предполагаемым, нетронутым, исконно японским духом была характерна для общества Мэйдзи. Особенно на высших уровнях и представлял собой поиск Японии места в новой мировой системе власти, в которой тогда доминировали европейские колониальные империи. В производстве кимоно начали использовать западные технологии, плюс на оформление могли влиять западные мотивы. Текстильная промышленность быстро модернизировалась. Описания западной одежды и обычаев у Кудзавы Юкичи оказали влияние. Западная одежда стала популярной в общественной сфере. Многие мужчины приняли западную одежду, хотя кимоно все еще были нормой для мужчин. В 1890-х годах кимоно вновь заявило о себе, и люди стали носить более смелые и яркие фасоны. Новый тип одежды, получивший название хоманги, преодолел разрыв между официальной одеждой и повседневной одеждой. Хоманги означает одежда для визитов. Это кимоно наиболее богато узорами. Иногда один большой рисунок занимает всю поверхность кимоно, превращая его в подлинную картину. Этот тип кимоно наиболее открытый для экспериментов художников. Хоманги надевают на торжества, кроме семейных. Промышленная революция в Японии произошла в эпоху Мэйти. Промышленная революция началась примерно в 1870 году, когда лидеры эпохи Мэйти решили догнать Запад. Правительство улучшило дороги, построило железные дороги и запустило программу земельной реформы, чтобы подготовить страну к дальнейшему развитию. Она открыла новую западную систему образования для всей молодежи. Отправила тысячи студентов в Соединенные Штаты Европы и наняла более трех тысяч выходцев с Запада для преподавания современных наук, математики, технологий и иностранных языков в Японии. В 1871 году группа японских политиков совершила поездку по Европе и США, чтобы изучить западные обычаи. Это было известно как миссия Ивакура Сицетсудан. Результатом стала целенаправленная государственная политика индустриализации, направленная на то, чтобы Япония могла быстро наверстать упущенное. Банк Японии, основанный в 1877 году, использовал налоги для финансирования модельных, сталелитейных и текстильных фабрик. Первая железная дорога была открыта между Токио и Якогамой в 1872 году, и железные дороги быстро развивались по всей Японии вплоть до XX века. Внедрение железнодорожного транспорта привело к повышению эффективности производства за счет снижения транспортных расходов, что позволило производственным фирмам переместиться в более населенные внутренние районы Японии в поисках рабочей силы. Железная дорога также открыла новый доступ к сырью, транспортировка которого ранее была слишком сложной и дорогостоящей. Скорость модернизации Японии объяснялась по крайней мере двумя причинами. Наймом более трех тысяч иностранных специалистов в различные специализированные области, такие как преподавание английского языка, наука, инженерия, армия и флот, и отправкой многих японских студентов за границу в Европу и Америку. И все это основывалось на пятой и последней статье клятвы пяти пунктов 1868 года. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и империя достигнет высшей степени расцвета. Процесс модернизации тщательно контролировался и в значительной степени субсидировался правительством Мэти. Усиливалась мощь Дзайбацу. Можете обратить внимание про Дзайбацу, есть видео на канале, я оставлю ссылку. Рука об руку Дзайбацу и правительство направляли нацию, заимствуя технологии у Запада. В эпоху Мэйдзи была принята концепция рыночной экономики, включающая британские и североамериканские формы капитализма, свободное предпринимательство. Такие перемены приветствовались в стране. Создание современной институциональной структуры, способствующей развитой капиталистической экономике, потребовало времени, но было завершено к 1890 годам. И, соответственно, правительство в значительной степени отказалось от прямого контроля над процессом модернизации главным образом по бюджетным соображениям. Не обращая внимания на оппозицию, лидеры Мэйдзи продолжали модернизировать страну. Сильно обеспокоенной национальной безопасностью они предприняли значительные усилия по модернизации вооруженных сил, которые включали создание небольшой постоянной армии. Изучались иностранные военные системы, привлекались иностранные советники, особенно французские, а японские курсанты отправлялись за границу в Европу и Соединенные Штаты для обучения в военных и военно-морских учреждениях. В 1854 году, после того, как военный политический деятель США Мэйдзи Колбрэк Перри вынудил подписать Канагавский договор, японские элиты заняли позицию, согласно которой им необходимо модернизировать военный потенциал государства. Однако Сигунат Токугава официально не разделял эту точку зрения. В 1868 году была основана первая в Японии военная академия в Киото. В 1870 году Япония расширила свою военную производственную базу. Также были открыты четыре пороховых завода, производственные мощности Японии постепенно расширялись. В последующие годы самураи испытали большое разочарование, когда в январе был принят закон о воинской повинности 1873 года. Этот закон означал начало конца для самураев. Первоначально он был встречен с сопротивлением как со стороны крестьян, так и со стороны воинов. В 1877 году Сайго Токамори возглавил восстание самураев против правительства. Это было Сатсумское восстание, можете обратить внимание. Про него есть видео на канале, я оставлю ссылку. Самураи несколько месяцев успешно противостояли правительственным войскам. Сатсумское восстание 1877 года стало апогеем самурайских выступлений против реформ Мэйти. Потерпев поражение от правительственных войск, раненый Сайго покончил с собой согласно самурайским обычаям. Что касаемо правительства, победа правительства подтвердила, что нынешний курс по осуществлению модернизации японской армии правильный. Также она положила конец эпохе самураев. Когда военно-морской флот Соединенных Штатов положил конец политике Сококу, про Сококу есть видео на канале, я оставлю ссылку. Сококу, также самоизоляция Японии, внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира, которая была введена после восстания крестьян в Симабаре. Про восстание крестьян в Симабаре есть видео на канале, я оставлю ссылку. Япония оказалась беззащитной перед военным давлением и экономической эксплуатацией со стороны западных держав. Чтобы Япония вышла из феодального периода, она должна была избежать колониальной судьбы других азиатских стран, установив подлинную национальную независимость и равенство. После победы Японии над Китаем в Первой Японо-Китайской войне в годы 1794-1795, а также победы над Россией в русско-японской войне в 1904-1905 годах, Япония стала международной державой. После подписания англо-японского соглашения Япония присоединилась к союзникам в Первой мировой войне, хотя в основном была не конфликта. После Первой мировой войны ослабленная Европа оставила большую долю на международных рынках Соединенным Штатом и Японии, которые значительно укрепились. Последние годы эпохи Мэйти также были отмечены аннексией Кореи в 1910 году. Япония осуществила оккупацию полуострова, которая продолжалась до поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 году и имела негативные последствия для международных отношений между Японией и Кореей. Думаю, на этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok